Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 августа. Вот и закончилось лето. И хотя еще в огороде много работы по уборке урожая нынешнего сезона, опытные огородники уже задумываются о подготовке к будущему. Конец августа и весь сентябрь это то самое время, когда нужно начинать заготавливать свой грунт для рассады 2019 года. Многие спросят, почему так рано? Я объясню. У нас вот потом начинаются дожди, земля будет мокрая, работать с ней будет очень сложно, обычно хранится все же на улице, и поэтому начинаю рано. Конечно, это касается только тех, кто хочет приготовить почву своими руками для выращивания рассады. Для тех, кто будет покупать в весной магазине, конечно, это видео, оно бесполезное. Многие как задумываются, начинающие, зачем выполнять, делать эту сложную дополнительную работу, когда можно весной купить готовый грунт в магазине. Но мне вот на сегодняшний день этот вопрос кажется странным, и даже немножко смешным, но когда-то я сама покупала грунт в пакетах, выращивала рассаду в нем, правда результаты были не очень, но все равно я это делала, и только почувствовала разницу между этими двумя вариантами, магазинный и домашний грунт, я пришла к выводу, что грунт для рассада должен быть свой. И последние 15 лет я пользуюсь только своим грунтом, и за эти годы я поняла, что хороший грунт и свои семена это залог будущего урожая. Только вырастив здоровую рассаду, вот в этих лоточках, мы можем потом ожидать хороших урожаев от наших растений. Я сейчас назову преимущество вот такого своего грунта, который я для себя нашла, но каждый видит свои преимущества. Я вот вижу в том, что первое, земля свежая, вы точно знаете, что на ней до вас никто ничего не выращивал. Вот она свежая, достаточно плодородная, безопасная, потому что там не было никаких овощей. А в случае с покупной можно приобрести грунт и нарваться на грунт вторичного использования. Это грунт из теплиц, отработанный, но еще раз обогащенный, и минеральными удобрениями. Часто там встречаются грибковые заболевания. В последние годы многие жалуются, купили магазинный грунт, вырастить рассаду не удалось, всю скосила черная ножка, вся я погибла или что. Это очень часто сейчас бывает. Второе преимущество. Заготавливая свой грунт, мы можем делать добавки по своему желанию. Можно сделать смесь только из натуральных компонентов, таких как чернозем, черная дерновая земля, и чернозем, причем перегной животного происхождения. Потом чернозем и черная земля. И причем перегной может быть не только животного происхождения, но и листовой перегной, перегной с компостных куч. Потом туда же можно добавить песок, торф, опилки, хвойно-отпад, золу и так далее. Все, все натуральное можно туда добавить, но вы можете добавить туда и минеральных удобрений, таких как суперфосфат, мочевина, но вы точно будете знать состав, и вы будете знать, что там есть, а чего там нет. И уже исходя из этого, делать потом подкормки весной для своей рассады. И третье, приготовив свой грунт качественно, сделав его плодородным, вот из хороших таких качественных ингредиентов, мы можем полностью избавить себя от необходимости делать подкормки в течение всей весны. В хорошем питательном грунте, молодым растениям, рассаде, хватает всех макро-микроэлементов на весь период, от посева до высадки в грунт. Так что, вот свой грунт, это здоровая, крепкая рассада, впоследствии хороший урожай. Ну, все преимущества налицо. Теперь о самих грунтах. Какой состав выбрать? Существует много вариантов различных составов грунта для рассады. Вот в старых справочниках дается классический рецепт часть торфа, часть перегноя и часть дерновой земли. Вот три компонента в равных частях. И в этот состав специалисты рекомендуют добавить по чайной ложке минеральных удобрений. Это мочевина, суперфосфат и сульфат калия. То есть для того, чтобы в почве были все необходимые микро-макроэлементы для растений. Это вот по чайной ложке на 10 литров воды. Но у всех у нас ведь разные регионы и разные возможности. И этот рецепт каждый огородник подстраивает под себя, меняет. И в результате, вот в интернете ходит огромное количество вариантов различных составов. Есть, можно составить, вот например, два перегноя части, одна земля. Можно два перегноя, два торфа. Но я указываю части, имею в виду. Можно три перегноя, две земли. Один перегной, одна земля. Вот это мой состав. Это мой золотой состав. То есть половина перегноя, половина земли. Вот перегной, вот земля. Все вместе перемешиваю. Столовую ложку золы на ведро и все. Вот исходя, ну как из моего рассказа, вы поняли, что каждый делает свой состав, исходя из своих возможностей. У нас, например, нет торфа. И у меня никогда в составе нет торфа. Но и без него все хорошо растет. Рассада вырастает отлично. Так что, если вы что-то исключите, добавите что-то свое, ну пробуйте. Я всегда делаю один и тот же состав на протяжении многих лет. Вот ведро перегноя, ведро черной земли, все перемешиваю, по лоткам раскладываю, все. Каким бы ни был состав, как бы он ни менялся, я всегда добавляю золу. Это обогащение почвы различными элементами, то есть я минеральные удобрения не добавляю, только золу. И сразу же профилактика заболевания вершинной гнили. Вот многие сейчас жалуются, этот сорт нехороший, болеет вершинкой, это нехороший. Вершинная гниль, это не зависит от сорта, это зависит от состава грунта. Я потом, зола впоследствии у меня добавляется на всех этапах выращивания томатов, как результат полное отсутствие вершинной гнили. Но золу добавляю сразу. Вот как только в лотки начинаю накладывать, сразу залат. Здоровье наших растений, восприимчивость к заболеваниям мы закладываем уже при составлении грунта. Вы должны это знать. От качества вот этого первоначального грунта зависит все. Это старт, это основа. И от того, каким будет начало жизни наших растений, напрямую зависит, каким оно будет их дальнейшая жизнь, каким будет урожай. Я уверена, что большинство неудач с выращиваемой рассадой именно у начинающих огородников кроется в некачественном грунте или в неправильно составленном грунте. Дальше, где брать составляющие нашего грунта будущего? Я покупаю перегной и покупаю черную дерновую землю. У нас можно по объявлению в нашем городе в газете заказать, привозят землю машинами из отдаленных районов. Ну там за городом. Перегной доставляют животноводческих ферм, землю спустующих полей, где не ступала нога никакого земледельца, где ничего не выращивалось. У нас территория России огромная, много полей, на которых можно... Ну, конечно, это запрещено, но это делается. Снимают дерн, убирают вот этот плодородный слой земли, вот это самое хорошее. Он десятилетиями, даже веками, вот эта вот экосистема под влиянием там всяких климатических условий, осадок, дождей, микроорганизмов складывается. Вот этот вот черная земля, плодородный слой. Тут все, что нужно нашим растениям, рассаде, тут все есть. Никаких подкормок вам не надо будет. Вот про это я рассказала. Но если у вас, вам не нужно, но это у меня большой объем, если вам не нужно такой большой объем, можно съездить в лес, набрать листового перегноя, это прекрасное дополнение к грунту, вот к рассадному. Можно снять кусочек торфа, взять там эту черную землю, потом торф обратно, этот, не торф, дерн, снять кусочек дерна, взять там землю, дерн обратно положить, он перерастет, чтобы не разрушать экологическую систему нашей земли. И вот я всегда готовила только из свежего грунта. Я никогда нигде не брала с огорода ничего, но так как у меня объем очень большой. А, ну я сразу скажу, что, конечно, вот это идеальный вариант, это лучший вариант, он дает самый лучший результат. Ну, конечно, это очень трудоемкий процесс. И у меня вот в прошлом году я делала 130 лотков, это очень тяжело, возраст дает, берет свое. Я стала задумываться о том, как бы облегчить свой труд. И в этом году я впервые решила попробовать использовать почву после выращивания рассады вторично. Вот у меня стоят мешки, прекрасный грунт, который я готовила в прошлом году для рассады, которую я вырастила. И вот я всегда говорю, что я при пикировке грунт меняю. Вот посадила, только настоящий лист один появился, я их пикирую, а этот грунт ссыпаю в мешки и насыпаю новый. А этот грунт весь стоит у меня с того года. Но так как он приготовлен из качественного сырья, это тот же самый и земля, свежий перегной, и он еще очень плодородный. Рассада там росла всего-то ничего, несколько дней. Питательные вещества не истрачены. Я хочу попробовать его после небольшой обработки использовать еще раз. Вот как-то облегчить свой труд. Но мы знаем, что для выращивания рассады нельзя брать семью с огорода, с грядок, там где росли растения. А так как они у меня здесь росли, хоть они и были здоровые, но мало ли вдруг, нужно обязательно обрабатывать. Я вот для обработки грунта, нынче этого использованного, решила... А, ну и то есть для обработки нужно применить какие-то препараты, нужно выбрать. Вот из большого ассортимента нужно что-то выбрать. Я вот в этом году выбрала вот эти средства. Это наш местный производитель, далеко ходить не стала. Посмотрела предприятия, известные у нас в городе. У меня уже давно спрашивали вот про это, Флорес, Фитоп Флорес, это наши бийские товары. Спрашивали, применяю ли я эти удобрения, как они работают. Вот в прошлом году мужчина с белокурихи писал мне на Однокласснике. Но я честно призналась, что я еще ни разу ими не пользовалась, я не знаю, что сказать. И в этом году я обратила на них свой взор, решила их использовать. Почему я вот в этом году выбрала именно эти средства? Сейчас я вам расскажу. Вот изучив внимательно всю информацию, я же не могу так просто раз наскоку. Я поняла, что они подходят мне идеально. Потому что вот это вот Флорес, в состав который входит, там куминовые кислоты, азот, фосфор, калий, она насытит мой грунт, который все-таки немного рассада подвысосало. И будет он полностью сбалансирован. А вот это Фитопфлороэс, она не только удобрения, но еще и лекарства. Оно уничтожит все вредные микроорганизмы, если они там есть. Может быть их там и нету. Но я рисковать не могу. И что еще очень важно, это экологически чистые продукты. Препарат безопасен и экологически чистый продукт. Они имеют всевозможные награды, сертификаты, я все это прочитала. И использовав их при подготовке старого грунта, мне не нужно будет ни добавлять минеральные удобрения, ни больше не обеззараживать ничем. Это вот как раз то, что мне нужно. Это будет комплекс. Ну и конечно внушает доверие то, что предприятие местное, известное мне, не какая-то фирма-однодневка. Я не могу рисковать и применять какие-то препараты, неизвестные там. Потому что от этого зависит качество моей рассады. А рассады, как вы видели весной, у меня очень много, по несколько тысяч. И это у меня как уже какой-то небольшой своеобразный бизнес. Если я протравлю неизвестно чем, у меня рассада не удастся, то на будущий год, значит у меня все разрушатся, все мои планы. Кстати, вот эти удобрения могут помочь тем, у кого нет возможности завозить грунт новый, вот как я. Вот мне надо много, я его завезла. А если вам много не надо, если немного, как вы, откуда завезете. И например у вас ехать в лес нет возможности, если вы уже в таком возрасте. Вот в инструкции написано, что приготовить землю для рассады можно в своем огороде. Я потом подойду, покажу вам. Но для этого нужно отвезти какой-то участок, обработать, а весной ничего не засевать. Обрабатывать в течение лета и осенью эту землю можно брать. Независимо от того, что пишут всегда, что нельзя брать в огороде. Но для того, чтобы брать вот с этого участка, нужно обрабатывать вот этими средствами. Если кого-то интересуют подробности, как можно сделать на своем участке вот такой вот, ну как кусочек почвы, пригодный для выращивания рассады. Вы мне напишите в комментарии к этому видео. Я могу снять отдельное видео и рассказать там поэтапно, все-все-все рассказано. Но еще раз повторяю, что в этом году я сама буду применять вот эту вот флороэс, фитоп флороэс впервые. О результатах смогу рассказать только на следующий год. Ну как, у нас так принято уже, что я применяю, то я вам все рассказываю. Я вот нынче применю, землю обработаю, а на будущий год я с вами поделюсь. Но инструкцию прочитала, инструкция обнадеживает. Итак, я сейчас подведу итог, а потом покажу вам, подойду вот эту вот. Подведу итог. Если хотите вырастить хороший урожай, лучше постарайтесь приготовить свой грунт. Состав может быть разным, но желательно добавлять только свежие, качественные, питательные ингредиенты. Но если нет возможности составить свежий грунт, можно использовать старый и огородную землю. Но только обязательно использовать их после дополнительной обработки и обогащения почвы. Это обязательное условие. Без обработки, без обогащения почвы не берите землю с огорода, ничего у вас хорошего не вырастет. Заболеет рассада, может погибнуть. Для того, чтобы приготовить вот качественный грунт, чтобы вырастить хорошую рассаду, нужно отнестись просто к этому очень серьезно. Учитесь, пробуйте разные составы составлять, разные варианты. Один год один вариант, другой другой. И когда-нибудь вы тоже найдете свой состав, как у меня, вот этот золотой состав у меня. Много лет пользуюсь, ничего другого мне не надо, никаких добавок, никаких там новшеств. И помните всегда, что свой грунт это здоровая, крепкая рассада и впоследствии хороший урожай. Ну и желаю всем, конечно, здоровья, силы, терпения для работы в огороде в любой погоде, как у нас нынче. Был мороз, был град. Благодарных, отзывчивых растений, которые дадут вам богатый урожай. Сейчас я вот подойду, покажу для тех, кто может быть, кому это пригодится. Вот смотрите, я буду обрабатывать, флора S написано, применяется для подготовки почвы, выращивания рассады. Вот это как удобрение я буду применять, там все, весь комплекс. А вот это, видите, написано, так, удобрение и лекарство в одном пакете. Вот это я, как, чтобы микрофлору убить. И еще то, о чем я говорила, сейчас, подождите. А, вот. Вот это место, прочитайте, что почву для рассады можно заранее приготовить на своем приусадебном участке. Для этого весной на участке необходимо отвести площадь 2 метра, когда грунт. Ну, короче, вот, и тут рассказано все поэтапно. Сначала одним обработать, потом другим, потом третьим. И осенью вы сможете взять и в лоточки наложить. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Пожалуйста, готовьте свой грунт, повышайте продуктивность, повышайте, увеличивайте выход продукции с вашего огорода. Все, до свидания, желаю вам всего наилучшего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.